Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня ребятушки я припас для вас очередную новиночку с просторов Алиэкспресс. В этой посылке находится F-150 Raptor, вы спросите как он сюда поместился, но он просто это не фардовский Raptor, а немножко другой. Но при всем при этом смартфончик очень и очень интересный, плюс ко всему сейчас опять же будет очередная распродажа на Алиэкспрессе, посмотрел там можно будет его приобрести по очень и очень вкусной цене. В принципе там и многие другие смартфоны данного производителя, мы уже делали кучу обзоров и в принципе такие довольно интересные машинки с специфичным футуристичным дизайном и неплохим железом. Ну а сегодня, повторюсь, будем разбирать по косточкам новенький аппаратец, он тоже не уступает своим предшественникам, тоже максимально брутально футуристичный девайс с очень-очень неплохими характеристиками. Повторюсь, тут 24 гигабайта оперативной памяти, 256 накопитель, тепловизор, экран на 120 Гц, 6,8 дюйма, IPS Full HD+, банка на 10 тысяч мАч, при этом производитель заявляет его как тонкий смартфон выживальщика, то есть очень-очень интересная машинка. Я такие аппараты люблю, поэтому сегодня будет море эмоций. Ко мне с Алика посылка в Краснодарский край шла примерно, как всегда, около двух с половиной недель, все ссылочки, разумеется, кому интересно, я оставлю в описании под этим роликом, чекайте, там все, как говорится, максимально актуально будет. Ну а мы, ребятки, переходим к вскрытию, погнали! И вуаля, ребят, вы только посмотрите, как с точки зрения дизайна подошли к исполнению коробки, а вот это вот, вы ни до что не догадаетесь, это не комфорка газовая, это у нас, ребят, глазок основной камеры нашего сегодняшнего героя, бренд F-150, тут еще три полоски, я не знаю, как правильно произнести-то его название, я всегда говорю с F-150, мне лично так проще. На тыльной же стороне у нас, как всегда, указаны технические характеристики устройства, которые я вам доблестно уже буквально пару секунд назад огласил, но единственное, добавлю, что у нас тут максимально свежеактуальный 13-й Android. Ладно, давайте-ка смотреть, все очень-очень прикольно выполнено, а сам аппарат выглядит вот так, ребят, вы только посмотрите, это что, медь, что ли? Ну, может быть, под медь сделано, но смо... Нет, ну, сегодня, повторюсь, будет море эмоций, я такие штуки просто обожаю, но самое главное, это не телефон, а вот этот баланс. Бархат, который вокруг него, такой уплотнитель, забавно, обычно произведение не заморачивается, тут прямо первое, что бросается в глаза, это бархатный уплотнитель. Сам девайс, ну, он относительно крупный, давайте возьмем-ка его пока что в сторонку, а, ну, крупный-крупный, но он действительно такой, я бы сказал, даже тонкий, в рамках того, что 10 тысяч мАч, еще и быстро, зарядка на 65 Вт. Кстати, я тут вижу бонус, у нас тут идет защитное стекло, это не пленка, а именно стекло прямиком из коробки. А, боже, этот бархат, так, ладно. В общем, что у нас тут, руководство пользователя, вот такое вот, мультиязычное в картинках, также у нас есть USB-C кабель, это USB-C на USB-C и он в тканевой оплетке, вот такой вот подход у нас. Ну, в принципе, как вы видите, бренд пытается заигрывать в премиум, что ли, такое, что-то типа такого, а это у нас для поклейки непосредственно этого стекла и блок зарядного устройства. Вот я смотрел на рендерах, он был прозрачный, ребят, он действительно прозрачный, но я не скажу, что это прям как-то мега круто, красиво смотрит, да не, прикольно, ну, просто вся вот эта внутрянка, она такая, может было какую-то наклейку сделать, нет, они взяли и сделали прям прозрачный блок зарядного устройства. Офигеть, ну, прикольно, что ж, я обожаю, я просто за всеми руками, чтобы бренды как-то изгалялись, удивляли нас и показывали что-то такое новое, необычное, 65 ватт быстрой зарядки. При всем при этом, смартфончик не позиционирует себя какой-то мега дорогой аппарат, да, разумеется, за счет того, что это новый тепловизор, аппараты с тепловизором, конечно же, не из дешевых, но вроде как вот эта вот моделька по цене не должна обидеть, опять же, на вот этой будущей распродаже, там перейдите по ссылке, потому что цены постоянно меняются, курс на алике постоянно скачет, поэтому я не могу сказать, какая цена там сейчас будет максимально актуальной, вам проще реально перейти по ссылке. Так, что еще тут такого интересного? Ну, в целом, конечно, дизайн очень и очень специфичный, прям такой рубленый, грани везде тут в треугольничке там, но это, кстати, очень-очень практичное решение, я бы так сказал, но я не могу назвать его черным, он у нас немножко такой темно-темно-фиолетово-коричневый, интересная тоже реализация. Давайте-ка доберем все ненужные транспортировки, оу, я уже его тут попутно запустил, ладно, убираем транспортировочные пленки, знакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне F-150 Raptor находится, конечно же, довольно крупный, даже по современным меркам дисплей, с диагнозом 6,8 дюйма, фронталочка у нас тут врезана прямиком в дисплей сверху по центру, далее есть у нас разговорный динамик, датчики, ну и, собственно, все. Справа найдем две клавиши регулировки громкости и кнопку включения со встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. И, кстати, ребятки, посмотрите, что у нас тут нанесено, у нас тут получается сантиметр, ну, в принципе, практичное решение, быть может, пригодится в быту, но такого я, честно говоря, еще не встречал. На левом же торце есть программируемая дополнительная клавиша, сюда, опять же, вешаем либо часто вызываем в контакт, либо часто используемое приложение, в принципе, уже на ваш выбор. Также тут сверху есть слот, и он, ребятки, у нас комбинированный, сюда можно поставить либо две наносим карты, либо одну наносим карту и карточку памяти. Ну и по аналогии с правой стороной, тут у нас тоже есть небольшие засечки, правда, на этот раз уже в дюймах. Сверху найдем только дополнительный микрофон для шумоподавления. На нижнем торце есть крепление для ремешка, следом у нас идет прорезь динамика громкоговорителя, USB-серазъем и основной микрофон. Ну и на тыльной стороне этого велоцераптора находится такой вот здоровенный, брутальный, матерый, капитальный глазок основной камеры, как я уже сказал, металлическая вставка присутствует, в недрах которой расположились два датчика, да, тут вроде как только два сенсора камеры я вижу. По центру у нас инфракрасный фонарь, который должен позволять камере ночного видения видеть в кромешной темноте. Кстати, она тут прокачанная на 64 мегапикселя, система автоматической фокусировки. Так, ну и вот это вот пятно, это не пятно, это у нас, собственно, новенький тепловизор высокого разрешения, опять же, по меркам тепловизоров. Сейчас мы его тоже, разумеется, посмотрим, обкатаем. Ну и тут же справа есть три вспышки и логотип компании F-150. Да-да-да, ребят, обязательно пишите в комментариях, как вам внешка нашего сегодняшнего героя. Как по мне, это просто какой-то крышеснос. Внешне смартфон вживую, я не знаю, передаст все это дело моя камера, но вживую этот смартфон действительно знает, как выделиться из толпы. Вот эта вот медная пластина, прям, ну, кайф. Смотрится очень-очень круто, им бы еще поколдовать немножко с другими раскрасками, допустим, в оранжевом цвете, прям, чтобы сдалека было видно, потому что такие вот аппараты обычно берут, ну, там, в походы и так далее, чтобы издалека было видно смартфончик, либо какие-то там серо-зеленые. В общем, можно обыграть еще как-то дополнительно, но при всем при этом смартфончик вот сейчас смотрится просто как-то бомбически. Вот это премиум замашка, а вот в виде солнца вот такая окантовка, вроде как я на каких-то премиум часах, где-то я это видел, что-то типа такого где-то уже было обыграно. Так что, опять же, ребятки, пишите ваши комментарии, ваше мнение по поводу вот таких вот интересных, выделяющихся из толпы броневичков. Кстати, я тут не голословно распинаюсь, у меня уже несколько, как я уже говорил, F-150, это предыдущий флагман Ultra, правда, на фоне нашего сегодняшнего героя немножечко теряется, потому что он в темном цвете, и тут вот эти все дизайнерские штуки, они не так обыграны, но тут вот это RGB-кольцо светится разными цветами, в принципе, это такой довольно продвинутый индикатор событий, и плюс ко всему, по железу, кстати, вот этот аппаратец не сильно ушел от вот этого. Но ценник, я сейчас посмотрел, там вроде даже меньше двух сотен баксов будет, Helio G99, 256 накопитель, тоже, ну тут не тепловизор вот этого штука, тут тепловизор полноценный, а тут получается термометр, ну что-то типа такого. В общем, тоже крайне интересный, любопытный аппаратец, правда, тут 7000 мАч, а тут, напомню, 10000 мАч, но, повторюсь, оба смартфона максимально выделяются, вот, F-150, молодцы, ребята, повторюсь, опять же, неоднократно, респект за вот такие вот необычные дизайнерские идеи тоже, ребятки, как вы относитесь к подобным решениям. Что ж, что, давайте-ка запускаться, в принципе, с внешкой тут мы разобрались, ни к чему особо не докопаться, не прикопаться, к сборке тоже, я не вижу, конечно, каких-то супер-мега-премиальных материалов корпуса, вроде как все тут пластиковое, ребра жесткости, все как всегда, ну и разумеется, тут есть небольшие металлические вставки с засечками такими толстыми. В общем, запускаем, сейчас проходим все необходимые быстрые настройки и продолжаем. Ну что ж, ребятушки, пикап завелся в действии, в строю и, собственно, нас встречает, как уже написано на коробке, 13-й Android, но не стоковый, тут немножечко своя оболочка используется, хотя, в принципе, это, наверное, громко сказано, по сути, это небольшая кастомная настройка поверх 13-го дроида. Опять же, главное, что я не вижу никакого рекламного мусора, прочего ерундового софта и так далее, разумеется, тут есть немного своих программ, которые свойственны, ну, большинству производителей все ставят сюда, вот, допустим, это ящик инструментов, но они все такие безобидные, в принципе, что-то, если вам не пригодится, можете удалить, но вот и все, больше ничего тут не установлено. По сути, Google сервисы, голый Android, плюс немного приложух, вот, типа, ну, конечно же, управление нашим тепловизором, без этого некуда, разумеется, работать не будет, хотя, мне кажется, можно порыскать, опять же, на просторах о Google Play какие-нибудь сторонние приложухи для тепловизора, быть может, тоже окажутся полезными. Так, ну, в основном, это, повторюсь, Google, тут шторка не перерисована, вообще, она тут берется из стокового 12-13 Android, потому что они плюс-минус одинаковые в плане визуала. Так, давайте перейдем в настройки, тут тоже сток от Google, информация о нашем сегодняшнем девайсе, Raptor F-150, 13-й, повторюсь, Android, но надо для верности, для точности проверить. Вот она, тринажечка у нас на борту, прямиком из коробки идет, так, вот, 12 гигабайт оперативной памяти, из которых сейчас, получается, 2.8 там занято, ну, блин, 12 гигов, если честно, но это выше крыши, ребят. Тут, конечно же, есть вот этот новомодный буст расширения, даже, наверное, не буду его искать, он абсолютно не нужен, 12 гигов, ребятки, поверьте, вам хватит. Вот из ролика в ролик, повторяю, вам хватит просто с головой, выше крыши, плюс ко всему, я сейчас подключился во время старта такой FI-сетям, я смотрю, он уже что-то подцепил, подхватил какую-то заплаточку, такую довольно кардинально капитальную, на 544 мегабайта, то есть, в принципе, ну, опять же, аппарат максимально свежий, что-то где-то решили подправить, подлатать, и уже, так сказать, на релизе мы получаем максимально актуальную версию прошивки, я ее, разумеется, сейчас поставлю, и так далее. Ну, что хочу, опять же, подметить, в принципе, опять же, никаких претензий к скорости работы, даже на вот этой базовой версии прошивки абсолютно нет, экранчик, напомню, на 120 герц, и он очень-очень яркий, тут серый фон используется, поэтому по глазам вам не бьет, и 34%, 34%, вы смотрите, максималочка 100%, тут очень и очень, ребят, и яркий экран, это зачет, опять же, в копилку, потому что это бронетанковый смартфон, который рассчитывается на эксплуатацию вне дома, разумеется, а там солнце бывает очень-очень злым, поэтому то, что такой запас, это, разумеется, очень хорошо. Минималочку, опять же, проверим, тут, в принципе, плюс-минус стандартно, и где-то вот так вот, ребятки, мы все это дело оставим, ну, и, конечно же, проверим частоту обновления экрана, стоит автоматика, но с 10 000 мАч ставим 120, и все. Разумеется, не все программы до сих пор работают в 120 герц, они будут в основном в 60, я не знаю, зачем тут это промежуточное значение на 90, 120, ставим и не заморачиваемся, 10 000 мАч высаживать вы будете его даже с такой частотой очень-очень долго, разница там будет между каждым таким делением, 60, 90, 120, по потреблению энергии примерно в районе 5-7%, вот так вот, каждая ступенька больше будет потреблять, но, опять же, все зависит от софта, которым вы пользуетесь, и в большинстве, наверное, в половине программ до сих пор 60 герц, блин, поэтому, ну, сильно прям нет большой разницы, ставим 120 и не заморачиваемся, повторюсь, вот у нас тут еще, я смотрю, F-150, выход на их собственный сервер, там, на сайт официально, в принципе, это, опять же, можно удалить, ну, и все, тут больше ничего такого нет, опять же, ребятки, и смартфончик работает очень-очень плавно, 120 герц, Full HD+, Helio G99, который мы уже досконально и тщательно тестировали, ну, давайте-ка еще раз, ладно, давайте еще раз, сейчас я запущу на нем тест Antutu, прогоню уразиков 5, мы посмотрим, что же он нам выдаст. Ну, и в Antutu, девятой версии, барабанная дробь, никогда такого не было, и вот опять наш сегодняшний герой на Helio G99 выбирает 382 357 очков, в принципе, опять же, классическая классика жанра, результаты скакали от 372 тысяч, по минимуму, до 393, вроде что-то типа такого, поэтому у нас получается усредненный результат, и, как я уже говорил неоднократно, данный чип мы тестировали, выгоняли из него всю дурь, показывали, на что он действительно способен, и самая главная его отличительная черта, это, я не скажу, что прям он какой-то мега-супер-круто производительный, нет, но за свои деньги, в принципе, он вполне себе адекватен, и адекватен в первую очередь тем, что он практически и вовсе не троттлит. Через час игр по нашим тестам просадка была в районе 3-4% за час, это не как вот на топовых драконах, там на 40 он процентов упал, на 35, ладно еще, но, конечно, в плане произвительности он до них не дотянет все равно, но для повседневки какие-то там не особо супер требительные задачи, это у нас скроллинг сети интернет просторов, там всевозможные сайты различной нагруженности, в принципе, он с ними справляется, там с мелкой графикой, когда все там намастырино, там куча всяких реклам и так далее, также это любые социальные сети, там ВКонтакт и так далее, Ютубчик Full HD 60 кадров в секунду без потери кадров, тоже вообще без каких бы то ни было проблем воспроизводит он. Что касается игр, опять же, это стандартный пак, стандартный пак настроек, тот же стенд-офф, можно ставить максимальные настройки графики, и он будет скакать от 100 до 120 кадров в секунду, в принципе, это вполне себе приятный, комфортный геймплей на высокой герцовочке, повторюсь, на максимальных настройках графики. Что касается игр потяжелее, PUBG New State, как всегда, ставлю низкие настройки, максимально доступный FPS, 90-то доступный из коробки, повторюсь, экранчик у нас тут на 120 герц, и, в принципе, он выкатывает их вполне себе достойно. G99, повторюсь, и на удивление, в том же PUBG New State ведет себя крайне адекватно. В принципе, играть можно комфортно, но главное, не выскакивать за пределы низких настройок графики, как и на любом, даже супер-мега-крутом смартфоне, чтобы были минимальные задержки, и максимальный FPS прям постоянно долбился там в максимальную герцовку. Ну и опять же, если хотите, ребят, давайте-ка дружно наберем под этим роликом полторы тысячи больших пальцев вверх, и отправим и нашего Raptor на большой тест-игр с FPS, нагревом и троттлингом. На борту F-150 Raptor у нас один динамик громкоговорителя, но очень и очень громкий по заявлению производителя, там делается на нем акцент, давайте-ка послушаем его, разумеется, но хотелось бы увидеть, конечно, стереозвучание, но, опять же, это нужно далеко не всем, поэтому, в принципе, давайте-ка заценим то, что мы сейчас имеем, и, так сказать, будем уже на базе этого делать выводы. Трек запустили, слушаем. Напомню, динамик у нас находится тут. Ну, опять же, я его уже немножко послушал, громкость чуть выше средней, могу охарактеризовать качество, в принципе, я не слышал каких-то искажений, поэтому и говорил, что вот сюда бы еще второй, и было бы вообще просто классно. Вот для бронячка он играет неплохо. Здесь внизу. Ну, ну, думаю, где-нибудь настроить ее в суммном помещении, там, на природе, возле водопадов. Я думаю, звонок вы не пропустите. То есть, это точно, конечно же. Кстати, ребят, по заявлению производителя, в смартфончике используется довольно-таки неплохой набор камер. Фронталочка у нас тут, конечно же, прямиком в дисплее, сверху по центру на 32 мегапикселя, вроде как даже от Самсунга. Так, основная используется на 108 мегапикселей. Это самсунговский датчик второго поколения. И 64-мегапиксельная крутая камера с системой автоматической фокусировки. Она у нас исключительно для ночного видения. Произвитель заявляет этот смартфон как самый лучший смартфон для съемки в кромешной темноте. Но и вот тут у нас, разумеется, инфракрасный фонарик, чтобы эта камера видела. И, как я уже говорил, тепловизор. В принципе, ну, ширик бы еще, макро. Ладно, в общем, я так скажу, в основном, все равно в 99% случаях мы будем пользоваться основной камерой. И теперь вспомогательная у нас есть ночная. Так, что, перейдем-ка в приложение камеры. В принципе, оно немножечко переработано компанией F-150, но очень-очень близко к стоку от Google. Режим HD, раскрустный интеллект, присутствие управления вспышкой, дополнительные подэффекты и так далее. Таймер и все в этом духе. Настроек тут, конечно же, очень и очень много. В принципе, можете там уже все это дело кастомизировать. Функции камеры вот дополнительные. Вы посмотрите, тут просто очень-очень много всего интересного. А кастомизировать-то я не зря сказал, потому что там все это дело можно выстроить. Эти пункты все, короче, переставить как вам удобно. Это максимальное разрешение 108 мегапикселей, опять же, для использования в хороших солнечных погожих условиях ночное видение. Вот эта самая камера на 64 мегапикселя. Сейчас вы видите примеры. Немножечко записал вот в кромешной комнате. Тут абсолютная ночь. И в целом вроде как окей. Не скажу, что прям... Да не, в принципе окей, действительно. То есть в плане ночной съемки смартфончик не подвел, не подкачал однозначно. Так, далее у нас есть портретный режим. Опять же, возвращаемся обратно. Что касается видеосъемки, у нас тут получается по максимуму сейчас 1080p. Но я знаю то, что Helio G99 у нас может в 2К писать без проблем. 1560 на 1440 точек. Так что любая сторонняя софтина решит вопрос и может быть поднять разрешение. Но опять же, ребятки, быть может, с обновами это сюда и завезут. Дополнительные QR-код, замедленная съемка, таймлэп, фонорама, ночь и про. Возвращаемся обратно. Фото. Выходим на улицу. Берем этот раптор. За пазуху, конечно, опасно. Все-таки это хищное животное. Ладно, в общем, выходим на улицу и смотрим, что же нам покажут по части фото и видеосъемки. Продолжение следует. Тест записи видеокамеры смартфона F-150 Raptor. Запись ведется в максимальном Full HD разрешении, то бишь 1920 на 1080 точек. И вот такая картинка у нас, ребят, в целом получается. Опять же, быть может, скоро завезут 2К. Многие устройства на Hero G99 могут позволить себе 2К видеосъемочку. Тут же, хочу сказать так, очень неплохое Full HD. К этому не придраться. И вроде как есть система стабилизации. Опять же, идем обычным прогулочным шагом. Смартфон держу в руках и вот что у нас из этого получается. Никакие стадикамы и дополнительные подручные средства не используются. Так, ну и давайте-ка еще макро попробуем. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Ага, есть. И уходим на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего хищного Raptor. И тут у нас получается максимальное качество записи видео. Такое же, как и на основную камеру. Это Full HD 30 кадров в секунду. Я надеюсь, также есть система стабилизации. При дисплее смартфона это довольно трудно оценивать. Но сейчас опять же идем, как всегда, обычный прогулочный шаг. Смартфончик держу на вытянутой руке. Может путно оценить угол захвата изображения. Ну и вот так он нас снимает на переднюю камеру F-150 Raptor. Ссылочка на нашу телегу будет в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok